Такой отрывочек. У меня есть такая поэмка, она называется «Питер. Прогулка». Размышления лирического героя. Одно из такой отрывочек. А интересно, что было бы, если все жители города вдруг исчезли, а сам он остался. Вот что бы было. Допустим, всех наводнением смыло, потом вода постепенно спала, и город стоит, а нас не стал. Вот что бы он почувствовал. Облегчение, свое особое предназначение. Вдруг не бессмертие, вдруг не нужность, так сказать, абсолютная петербуржность. Да нет, ему все равно был бы нужен некто. Без наблюдателя нет объекта. А сам за собой наблюдатель все же вряд ли способен. Нет, кстати, тоже. Или представим, что этот город, покинулись снеги, дожди и холод, или он сам так будет вернее, на тысячу километров южнее перелетел. Бац! Без всяких санкций мы все не русские, а испанцы. Невские? Эль Невские. Нива или Нива? Чего-то мне нравится. Перспектива. Наши кожи станет другого оттелком. Повсюду будут играть фламенко. И что там за криптию со стадиона? Ну, там опять зенит Барселона. Конечно, белых ночей не будет. Ветер сладоги нас не простудит. И вряд ли мы станем так же надсадно петь грустные песни. Но это ладно. Тогда будет мягкий, приятный климат. Если нас там, конечно, нормально примут, потому как столицы не любят гордых. И с Мадридом мы будем в таких же контрах, как и с Москвой. Ведь никто не знает, это климат на равный наш штаб влияет. Или наоборот. Кто пишет на климат? Не потому ли Питер задвинут песницы Божьи в такое место, где просто бессмысленно слово сиеста. Где должно быть пасмурно и прохладно. Где должны быть песни аэракноцадно. Где зимой слягать, а летом влажно. Чувство собственной влажности – это важно. Где фантазия делает адский выверт. Пока душу она из поэта не вынет, она не иссякнет. Так сделал кто-то кругом асфальт, но под ним-то болото. Мы стоим на асфальте двумя ногами, но болото везде. И коды над нами. В Питере малая теплая света. Так вышло. Мы любим двое за это.